Начало осени в этом году выдалось на славу. Природа медленно и незаметно погружается в осеннюю тишину, словно давая возможность наверстать упущенное. Однако надеяться на милость небесной канцелярии не приходится, и готовиться к холодам по традиции начинают уже весной. Основная задача – провести осенний-зимний сезон безопасно и с комфортом для населения. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства области в целом уже подготовлены к работе. Мы до 1 сентября получили все паспорта готовности, как теплоисточников, так и потребителей, так же и транспортирующих организаций. Это и замена тепловых сетей, которые отработали нормативный срок. В этом году мы должны поменять 114 километров тепловых сетей. Также создали необходимые запасы топлива. Это в основном местные виды топлива. Более 350 тысяч тонн мы заготовили по всей области. Так что особых проблем в предстоящем отопительном сезоне я не вижу. Подготовка всех объектов в Гомельской области к осенне-зимнему периоду велась по 55 направлениям. Особый акцент сделан на реконструкцию и модернизацию котельных, перевод на местные виды топлива, замену тепловых сетей. Самый значимый объект у нас сейчас заканчивается работой. Введем мини-тест в Калинковичах, который позволит нам практически полностью переключить тепловые нагрузки города на эту мини-тест. То есть мы уйдем от трех котельных неэффективных. Также мы получим свою электроэнергию, которая будет вырабатываться на местных видах топлива и не будем зависеть от покупного газа. Также ведутся у нас работы по установке электрокотельных в Лечицком районе. Работы по модернизации котельных ведутся и в Будо-Кошелево, и в Ельске. В Добруше планируется в этом году децентрализация довольно крупного населенного пункта, такого как Круговецка-Ленина. Подготовительные мероприятия проводятся в тесном контакте с инспекторами энергонадзора, которые контролируют выполнение регламентных работ. Благодаря слаженной работе на протяжении четырех лет гомельчане первыми в республике регистрируют паспорта готовности. Но на этом точку не ставят. Мы в течение всего отопительного периода контролируем работу систем автоматического регулирования. Работа у нас налажена таким образом. Адресно мы выезжаем на объект по информации, которую она направляет филиал эндергосбыт нашего республиканского унитарного предприятия Рубгомель Энерго. Гомель расширяется с каждым годом. Наряду с многоэтажными новостройками, как наследие советского прошлого, чередуются устаревшие хрущевки, которые постоянно нуждаются в обновлении. Помимо эстетики, капитальный ремонт должен удешевить отопление для жильцов. В советском районе, например, работы идут по всем фронтам. Проведен профилактический ремонт инженерных систем отопления домов. Отремонтированы кровли, утеплены торцы стен в зданиях, в подъездах меняются рамы, двери, устанавливаются новые электросчетчики. По расчетам специалистов, эффективность должна составить в пределах 10-17% сэкономленного тепла. В РЭУ-14 в Кожуропсоветском в настоящий момент продолжаются работы по капитальному ремонту домов кустовым способом. В 2017 году завершены были работы по капитальному ремонту домов в 14 домов по улице Волгоградской и Палова. Выполнены в этом году два дома. В настоящий момент продолжаются работы по проспекту Реческому. Выполняются работы трех домов. Эти работы планируется завершить в этом году. Срок работ в среднем составляет 3-4 месяца. Работы выполняются подрядными организациями со стопроцентной заменой балконных плит, что в дальнейшем дает возможность эксплуатировать эти дома более длительные сроки. Коммунальники стараются сделать все по максимуму. Во дворах, где проведен ремонт, установлены новые контейнерные площадки для мусора. Заменены бордюры, организована автостоянка. Кожируп советская, на обслуживании которого находятся более 550 жилых домов. И практически на каждом жилом доме смог побывать инспектор энергонадзора. Основными мероприятиями, которые были подготовки к предстоящему отопительному сезону, были направлены на выполнение работ, связанных с обеспечением надежности и безопасностью эксплуатации. Мы очень плотно поработали за последние 5 лет. Фактически у нас жил фонд уже готов к приемке и работе в осенне-зимний период. Единственное, с учетом такой наработанной базы, нам приходится какие-то штрихи добавлять. Там где-то чуть порвалась изоляция, там где-то нужно арматуру поверить или смазать, где-то еще теплоузлы подтянуть. Но говорю, что мы пошли уже дальше. С учетом требований и энергонадзора, и других организаций, мы сегодня уже смотрим по утеплению непосредственно и сохранению тепла в самих домах, по энергосбережению. Это очень важный сегодня момент. То есть мы выходим от того, от видимой картинки, уходим к картинке невидимой, когда начинаем считать фактически гикокалории. Не остаются в стороне и сами жильцы. Они видят, что делается для них самих и проявляют свое участие. Как, например, Виктор Васильевич Шувалов, который более 10 лет возглавляет домовой комитет в многоэтажном доме номер 37 по Реческому проспекту областного центра. Бытует мнение, что это государственный дом, его обслуживает, так сказать, государство. И все, что касается содержания, помимо квартиры, которая приватизирована, это каждый считает его личное дело, а все остальное якобы должно делать государство. Это дом и крыша, и подъезд, и стены, и лифт, так далее. Это все коммунальная собственность, и мы должны вносить свой вклад. Вот когда это все дело дойдет до каждого жителя, тогда, наверное, не будут бросать мусор в лифте, не будут курить в подъезде. С помощью инициативы неравнодушных жильцов дома удалось сделать многое. Капитальный ремонт крыши, автостоянку во дворе, детскую игровую площадку. В подъезде поменяли старые лампочки на светодиодные с датчиками шума и света. Для ненужной рекламы установили специальные ящики. По возможности решили отказываться от лифта в пользу здорового образа жизни. И самое главное, в порядке эксперимента установили систему индивидуального учета электроэнергии и тепла. Сделали проект, и для нашего подъезда установили индивидуальный учет. На освещение подъезда отдельный счетчик, и на лифт другой счетчик. За 7 месяцев этого года у нас в среднем расход электроэнергии на освещение подъезда 58 кВт в час. На остальных 7 подъезда 310 или в 5,3 раза больше. На работу лифта у нас 168, в остальных 204 в 1,2 раза больше. В целом на каждого жителя подъезда экономия по фактическим затратам тарифов, по сравнению с максимальным тарифом, экономия составила 2,99 рубля за 7 месяцев. Значит, в целом за год будет порядка 5-6 рублей. Виктор Григорьевич – человек старой закалки. Сам занимал высокие посты до пенсии. Сегодня увлекся проблемами ЖКХ. Вместо жалоб – целый портфель идей. Чувствуется хозяйская рука. Сейчас мы работаем вместе с киповцами Кожируп-Советская. В ночные часы снижение температуры горячей воды. Уже первый результат есть. Значит, снижение составило порядка 5 гикокалорий. Или это в рублях, если переводить, так сказать, на 100%, это будет 2 рубля и 14 копеек на одну квартиру в месяц. За работой всех систем тщательно следят в ремонтно-эксплуатационном участке, где ведется дистанционный контроль, производится детальный анализ по каждому дому. Любые сбои или нарушения оперативно устраняются специалистами отдела контрольно-измерительных приборов. Для обеспечения нормального теплоснабжения жилого дома в отопительный период по температуре, который соответствует государственному стандарту в жилых помещениях 18 градусов, во всех режимах горячее водоснабжение, чтобы было не ниже 50 градусов. В порядке эксперимента на 37-м доме проспекта Реческого произведена регулировка системы горячего водоснабжения с понижением температуры горячей воды с 50 градусов до 40 в период с часа ночи до 3 часов утра, для того, чтобы, как говорится, сберечь от дополнительных затрат на подогрев горячей воды на этом жилом доме. В порядке эксперимента оно все получается, экономия, в принципе, видна. Когда есть заинтересованность и участие людей, поддержка властей, депутатов, в итоге можно получить хороший результат. А рачительный подход к делу не даст отапливать улицу через открытые окна и двери. Наибольшие потери тепла основные – это 56% сквозняк и вентиляция. Все мусоропроводы в городе Гомеле, они практически заварены. А оказалось, это труба, в которой тоже вылетают в виде потерь тепла деньги жителей. Значит, что мы сделали? Вместе тут с депутатами, вместе, так сказать, с Кожирупом, утеплили эту трубу на первом этаже, наверху. Будем работать, чтобы довести экономию ресурсов по максимуму, с тем, чтобы люди, а особенно это касается пенсионеров, существенные, так сказать, затраты идут на коммунальные платежи, с тем, чтобы внести свой вклад в экономию. На примере этого дома, вот опыт, который здесь совместно с местными жителями мы реализовали, мы попытаемся распространить это в обязательном порядке на весь жилфонд нашего советского района. Ну и, наверное, при возможности, я так думаю, что если такие вот где-то положительные примеры будут и по Гомелю, то, наверное, и в целом по жилфонду у города Гомеля. Поэтому здесь мы от лица и коммунальных служб также должны сказать спасибо не только тем контролирующим органам, которые сегодня приходят, это энергонадзор и другие, да, но и самый главный контроль у нас – это житель, гражданин, который проживает в отдельно взятом доме. Зима не за горами. Вместе с холодами в квартиры придет долгожданное тепло. Напомним, что решение о включении отопления принимают местные органы власти при среднесуточной температуре наружного воздуха 8 градусов и ниже в течение пяти дней. Сначала тепло подадут в социальные учреждения, после в жилые дома, гостиницы, общежития. И только потом в административные здания и производственные помещения. Главное – рационально его использовать. Эту идею поддерживают учащиеся Добружской гимназии, неоднократные участники и победители республиканского конкурса «Энергомарафон». Ребята, мы сегодня с вами поговорим о планете Земля и о том, как нужно сохранять ресурсы этой планеты. Обратите внимание, Земля наш дом, умеет правильно жить в нем. Дайте, пожалуйста, советы нам, всем людям планеты. Чтобы сэкономить энергию, нужно выключать компьютеры, телевизоры и другую технику. Нужно не тратить тепло в опусто и использовать электроэнергию только там, где без нее нельзя никак обойтись. Нужно применять современные энергосберегающие лампы. На занятиях мы изучаем и учимся экономить энергоресурсы дома, города, гимназии. Поэтому принимаем участие в разных проектах, например, экономия энергоресурсов в гимназии, выгодна ли солнечная электростанция в Добруши. В этом году решили изучить альтернативные пути экономии энергии. Нам кажется это особенно актуальным в год Малой Родины. В гимназии сформировался достаточно большой опыт работы, что позволило нам в 2016 году, обобщив систему своей работы, выиграть в областном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон». получить денежный грант на развитие мероприятий по энергосбережению. В Добрушской гимназии не останавливаются на достигнутом. Здесь активно продолжают работать в данном направлении вместе с педагогами и родителями, чтобы внести свой вклад в экономию ресурсов земли и быть настоящими хозяевами своей Малой Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова